Заметки электрика И сегодня на повестке дня электроизмерительные клещи C90 Данные клещи предназначены для измерения переменного тока в электроустановках напряжением до 10 кВт включительно То есть это самые настоящие высоковольтные электроизмерительные клещи Вот так вот они выглядят Хранятся они вот в таком вот интересном кожаном футляре Здесь есть такая вот защелочка как раньше у меня на ранце была Представленные клещи 1985 года выпуска и служат верой и правдой уже 33 года Правда мы ими особо и не пользуемся, все же небезопасно проводить измерения тока в электроустановках напряжением 10 кВт Подобным образом и если есть возможность избежать такие измерения, то лучше это сделать И выбрать другие наиболее безопасные способы контроля тока в цепи Клещи состоят из рабочей части и изолирующей части с рукоятками Согласно требованию инструкции по применению и испытанию средств защиты ИПИСЗ пункт 2.8 Вот эта вот минимальная длина изолирующей части должна быть не менее 380 мм А самих рукояток не менее 130 мм Вот у нас ровно-ровно тютелька в тютельку 380 мм И непосредственно рукоятки 130 мм Ну и как видите, здесь это все строго соответствует требованиям Клещи в сборе, рабочая часть с изолирующей, имеют вес почти 3 кг Там 2.7 по-моему по паспорту Ну достаточно такие, тяжеленькие Клещи представляет собой трансформатор тока с разъемным магнитопроводом Вот у нас магнитопровод разъемный Первичной обмоткой которого является шина Ну или проводник с измеряемым током А вторичная обмотка Вот она у нас здесь Вот вторичная обмотка Замкнута на съемный измерительный прибор То есть вот я прибор снял Это наш прибор У него два вывода подпружиненные здесь И они вставляются в соответствующие контакты Готово Измеряемый переменный ток, проходя по шине Ну или проводнику, охваченный нашим разъемным магнитопроводом Создает переменный поток Который индуктирует ЭДС в нашей вторичной обмотке Расположенной на магнитопроводе Вторичная обмотка Здесь вот видно даже провода, вон они Вторичная обмотка замыкается на сопротивление Играющая роль шунта Количество шунтирующих сопротивлений равно числу пределов измерения И в данном случае у нас пять пределов 15 ампер, 30, 75, 300 и 600 На удивление, но данные клещи до сих пор находятся в госреестре средств измерений Номер 01819-63 Там указан завод электроточприбор Армения, город Ереван Их смело можно использовать в качестве измерительного прибора И даже заявлять в перечень приборов при регистрации электротехнической лаборатории Что мы собственно и делаем В процессе эксплуатации клещи подвергаются испытаниям Согласно той же инструкции по испытанию, применению испытания средств защиты Испытательное напряжение составляет у них 40 кВт А продолжительность испытаний 5 минут Вот у даже шпаргалочка есть Клещи токоизмерительные, тип C90 Рабочее напряжение 10 кВт Напряжение испытательное 40 кВт Ну и тут перечислены наши все пять пределов Испытательное напряжение прикладывается у нас между магнитопроводом И временными электродами, наложенными у ограничительных колец Помимо испытаний, измерительный прибор один раз в год требует проведения калибровки метрологической службы Класс точности прибора у нас не так и велик Четыре, четвертый класс Но для таких электроустановок особой точности и не нужно Работать с высоковольтными электроизмерительными клещами Необходимо строго в диэлектрических перчатках Но я бы сюда даже добавил, что дополнительно нужно работать в термостойком костюме И в защитной каске с экраном При работе нужно соблюдать ряд требований При измерении клещ следует держать на весу Также запрещается наклоняться к прибору для считывания показаний Также запрещено переключать пределы измерения Не снимая клещей с таковедущих частей Ну-ка, оно и понятно Ведь мы тем самым нарушим минимальное расстояние до таковедущих частей Что, естественно, является небезопасным Ну, в общем, показывать работу данных клещей на действующей электроустановке 10 кВт я не буду Так как это небезопасно, да и ни к чему Как бы и так все понятно, принцип работы Лучше покажу на обычном проводнике с током От 15 до 70 ампер у нас измерение ведется по верхней шкале И уже 300 и 600 пределы мы смотрим по нижней шкале Вот сейчас я навел 20 ампер То есть вся шкала у нас 30 И сейчас показывает у нас 10 делений Что соответствует 20 амперам Так, ну вот сейчас предел я переключил на 75 И ток тоже в цепи Сколько у нас там? 73 ампера Ну вот, как видите, почти полная шкала Вот навел 150 ампер Предел у нас выставлен на 300 И вот у нас прибор показывает Примерно 150 ампер Давайте еще увеличим Вот 200 ампер у нас 300 ампер Вот наши все клещи В разобранном состоянии Измерительный прибор Рабочая часть Изолирующие части С рукоятками Ну все, убираем это все В наш чехольчик Так, здесь у нас рабочая часть И сверху Вложим измерительный прибор Вот в принципе и все Поработали Собрали Чемоданчик Вот такое вот небольшое видео Про электроизмерительные клещи С90 Предназначенные для Электроустановок Напряжением До 10 кВ Кому понравилось видео Обязательно ставьте лайки Обязательно подписывайтесь на канал Если есть какие-то вопросы То обязательно спрашивайте в комментариях Ну а с вами, как всегда, был Дмитрий Автор канала Заметки Электрика До новых встреч!